Всем привет, ребята! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в Рождённую Луной. Нам осталось пройти одну серию, серия вторая. Чтобы узнать о своих способностях вампира, Мия отправляется на концерт эксцентричного певца. Глава вторая. Концерт. Мия, слышала Бенни Барта? Конечно. Некоторые его песни просто бомба. Так вот, Бенни Барт – вампир. Ты шутишь? Нет. Он ведь постоянно в обществе бывает. Днём на стадионах выступал под солнцем. Да, Барт ведёт почти человеческий образ жизни. При этом соблюдает подчёркнутый нейтралитет в отношениях вампиров и оборотней. Вокруг него куча народа крутится, и после концертов часто бывают закрытые тусовки. Там вампиры, волки, иногда людей приводят. Попадаются интересные личности. Думаешь, там можно было бы что-то узнать? Стоит попробовать? Мия размышляла недолго. Верно. Вдруг повезёт. Только аккуратно надо спрашивать. Так, чтобы никто не понял, что речь о реальном случае, тем более о тебе. Ты прав. Когда вечеринка? Через неделю. Я тебя туда проведу. Девушка подумала, что на концерт Бенни Барта может пойти либо с Виктором, либо с Максом. И решить, с кем идти, нужно было прямо сейчас. Блин, это просто нечеловеческий сложный выбор. Я правда не знаю, с кем я хочу пойти. Но в любом случае, я уже прохожу с Виктором, поэтому я пойду с ним. Это очень сложный выбор. Разработчики, вы рвёте мне душу. Выбор повлиял на взаимоотношения с Виктором. Говорить ведь придётся в основном с вампирами, так? Макс кивнул. Тогда лучше пойти с вампиром. У меня есть среди них друг. Который забыл рассказать про оборотней? Я доверяю ему, как и тебе. Хорошо, иди с ним. Ты не обидишься? У тебя с головой всё нормально? Речь о твоей судьбе. На что мне обижаться? Я что, девушку на выпускной бал приглашаю? Спасибо. Значит, решили. Звони, если что. Они попрощались, и Мия направилась в общагу. Привет. Подруги обнялись. Криша спросила. Чай с тортиком будешь? Буду. Раз у меня раны быстро заживают, то и обмен веществ, наверное, прекрасный. Думаю, мне теперь можно есть всё, и в любых количествах. Толстых вампиров вроде бы не бывает. Мия посмотрела на большой торт, стоявший прямо на кровати подруги. А вот Триша редко так себя балует. Что за повод? Просто так. Захотелось. Триша, в чём дело? Я начинаю волноваться. Не надо. Всё прекрасно. Я праздную. М? Звонил Тед. Извинялся, обещал больше не доставать. Типа он осознал и всё такое. Только не говори, что ты опять с ним. Нет-нет, хватит. Он отстал. Всё. Мы официально расстались. Здорово ты его напугала. Даже слишком похоже, если Тед всё это время позвонить не решался. В смысле? Может быть, у Теда кто-то появился? Тришу такое предположение не расстроило. Знаешь, мне плевать. Я про него забыла. Всё. Какие планы? Пока никаких. Слышала новость про Мэган? Нет. Полиция нашла её убийцу. Как это? Ну, я не знаю, как именно. По слухам, это маньяк какой-то. Как Лиззи. Вроде ничего. Пока уехала домой. А вообще ей другую комнату дадут. И другую соседку. Руководство колледжа решило их с Мэган комнату оставить на год пустой. Мия перевела разговор на другую тему, но думала по-прежнему об услышанном. Неужели полиция посадит невиновного человека? Ведь настоящего убийцы у них нет. Когда Триша пошла в душ, девушка позвонила Виктору. Да, Мия. Полиция арестовала убийцу Мэган. То есть? Я не знаю. Подставили кого-то, чтобы закрыть дело. Или по ошибке. И ты, конечно, не можешь не вмешаться. А ты можешь? Действительно, пусть невиновного на электрический стул отправят. Ну, хорошо. Я выясню подробности и перезвоню тебе. Еще кое-что. Мне нужна будет твоя помощь. Конечно. Какая? Оборотень, который мне помог, рассказал про Бенни Барта. Я знаю, что это вампир, который придерживается нейтралитета. Проведешь меня на его вечеринку? Я хочу попробовать узнать там о неправильных обращениях вампиров. Проведу. Это прекрасная идея. Спасибо. Мия, разве я могу тебе отказать? Вскоре вернулась Триша. Вот и я. Разгуливаешь так по общаге? А кого мне в женском крыле стесняться? Не помнишь, как Эштон тут бродил? Каникулы? Почти никого нет. Триша покрутилась. Вчера купила. Тебе нравится? Да. Но все же оденься. Выбор повлиял на взаимоотношения с Тришей. Во всяком случае, по коридорам так не ходи. Аргументы? Вот увидит тебя наш декан. Было бы отлично. Может, зачеты бы мне проставил? Одного показа нижнего белья для этого маловато. Да? Тогда ты права. Сейчас я спать. За день работы со статьей, Мия устала и тоже решила лечь. Виктор позвонил на следующий день. Здравствуй. Есть новости. Виктор, середина дня. Ты что, выходил под солнце? Почти нет. Мне рассказывать? Да, конечно. Думаю, тебя не удивит, если я скажу, что вампиры имеют влияние в обществе людей. У Итана Вуда связи даже в полиции. Макс мне говорил. Тот оборотень? Все верно. Не только в полиции, в правительстве тоже. Но тут обошлось даже без князя. Местные вампиры были заинтересованы, чтобы дело как можно быстрее затихло. Они договорились с нужными людьми. Полицейские нашли сумасшедшего без алиби и приписывают все убийства ему. Мне это не нравится. Мия, послушай. Допустим, поможешь ты этому человеку. А что дальше? Полиции все равно нужно будет кого-то посадить. Слишком громкое дело. Через месяц подставят другого. Виноваты вампиры. Вот пусть они и решают эту проблему. Они не станут. Надо что-то придумать. Хорошо. Время есть. Следствие еще идет. Мия и Ван Арт попрощались, и девушка села за ноутбук заниматься новой статьей. Триша отправилась на поиски новой сумочки, и можно было поработать дома. Итак, старые дома и их призрачные обитатели. Знала бы, Триша, чем я занимаюсь. Общая идея статьи была уже готова. Осталось выбрать общий стиль. Что-то такое... Мрачное и жуткое. Чтобы мороз по коже. Буду следовать настроению прошлой статьи. Таинственные жертвы, ночь и чувство неотвратимой беды. Дело шло медленно, но Мии нравилось, какая история у нее получается. Следующие дни она работала то дома, то в редакции. А потом наступил вечер концерта Бенни Барта. Собираешься куда-то? Мия решила не врать подруге. Вернее, сказать не всю правду. Иду с Виктором на концерт Бенни Барта. Серьезно? Вот это круто! Я тебе завидую с самой черной завистью. Знаешь, сколько стоит билет на него? Нет. Дофига. Только один концерт, причем в небольшом клубе. Даже не представляю, кто там будет. Вот это уж точно. Совсем не представляешь. Надо выглядеть соответственно. Тебе есть что надеть? Берегла для особого случая. Куда уж особеннее. Показывай. Сейчас. Ну нет, я не готова потратить 95 алмазов. Так что... Короткое черное платье. Серьезно, мне не нравится это. Я хочу вот это. Наверное. Я бы, конечно, потратила 95 алмазиков. Но боюсь, что мне все равно не хватит алмазов на паруса в тумане. Ух, я возьму яркое голубое платье. Ух ты, какое нарядное. Очень классно. Сколько у нас времени? Час-полтора. Поэкспериментируем с волосами? Конечно. Поможешь? Триша умела делать красивые прически. В общем, берем вот эту изысканную укладку. Она снова со светлыми волосами. А еще я решила надеть серьги, которые мне подарил Виктор. Просто блеск. Согласна. Тебя сейчас хоть на свадьбу, хоть на коронацию. А то, может быть, вернуть как было? Зазвонил смартфон Мии. Да. Мия, я подъехал к колледжу. Но можешь не торопиться. Времени еще достаточно. Я уже готова. Сейчас выхожу. Прекрасно. Мия взяла сумочку. Еще раз посмотрелась в зеркало. Оторвись там. Ага. Девушка вышла из комнаты. Привет. Виктор стоял возле незнакомого автомобиля. Ой, черт. Я тут вспомнила, что я поцарапала его машину. Блин. Мне, наверное, еще влетит за это. Ой, а где твоя машина? Отогнал в сервис перекрасить. Кто-то нацарапал на крыле надпись. Надпись. Жаль. Ерунда. Через пару дней заберу. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Вампир нежно поцеловал девушку. Затем помог ей сесть. Спросил. Едем. Да. Это далеко? В центре. Небольшой частный зал. Вроде клуба, но со своим концертным залом. А кто хозяин? Человек. Клуб просто арендован на ночь. Бенни Барт не любит выступать в заведениях, принадлежащих оборотням или вампирам. Да, я знаю. Подчеркнутый нейтралитет. Современное здание клуба изнутри выглядело еще дороже. Охранник, которого Мия сочла вампиром, впустил девушку, со спутником без вопросов, просто взглянув на приглашение. Раньше я бы сюда никак не попала. Элитное заведение. Так его позиционирует владелец. В зале собралось уже довольно много народу. Все рассаживались за столики. Похоже, никто не собирался танцевать под сценой. Вечеринка после концерта или во время? Основное общение и светские сплетни будут после. Однако, можно уже сейчас заводить знакомство. Это же может привлечь лишнее внимание. Лучше подождать. Разумно. Виктор заказал Мии коктейль, себе выбрал вино. Коктейль Космополитен. На основе лимонного и клюквенного сока. Попробовать? Вкусно. Гости все пребывали. Интуиция или какое-то чутье подсказывали Мии, кем являются некоторые из них. Уверена, что вон тот мужчина в углу – вампир. Девушка, стоило ей приглядеться, начинала отмечать бледность его кожи и цвет глаз. Его движения имели некую хищную грацию. Знай я прежде, на что обращать внимание, все равно бы не поняла. Мия всмотрелась в пару за соседним столом. Появилось смутное чувство угрозы. На миг девушка невольно напряглась. Те двое оборотни, несомненно. Она ощутила их запах, странный, однако по-своему приятный. И это тоже благодаря моему превращению. Попадались и люди, но похоже их было очень-очень мало. Вот и певец. В зале появился знаменитый Бенни Барт. Он подходил к некоторым столам, здоровался со знакомыми. Если бы его фанатки узнали, что он настоящий вампир, как думаешь, они бы разбежались? Безусловно, нет. Наоборот, их бы стало еще больше. Современная культура воспитывает в людях лояльность и даже любопытство по отношению к нам и оборотням. Кстати, верно. Случайно так получилось? Виктор удивленно посмотрел на девушку. Конечно, нет. Это делается целенаправленно и на протяжении многих лет. Книги и фильмы помогают хранить тайну нашего существования. Как? Не лучше было бы, наоборот, вообще молчать о вас? Любая информация со временем становится широко известна. Сейчас, если кто-то проявит себя перед людьми, в новостях покажут плохого качества видео. Бульварные газеты напишут об этом на первых полосах. Долго ли это будут обсуждать в интернете? Неделю, две. Потом все забудут очередной фейк. Вы спрятали правду, поместив ее между ложью про инопланетян и байками о мегаладоне. Справедливости ради уточню. Это сделали вампиры. Волки в жизнь людей почти не вмешиваются. Мия увидела, как к ним приближается Бенни Барт. Певец говорил с прононсом и немного растягивал гласные. Надо же, когда поет, этого нет. Голос совсем другой. А вот его манерность есть и на сцене, и в жизни. Или он и сейчас в образе? Познакомьтесь, Бенни, это Мия. Мия, это Бенни Барт. Виктор, не думал, что у тебя есть подружки среди людей? Мия, обязательно еще поболтаем, да? Конечно. Чудно. Тогда я пошел. Певец двинулся дальше, Мия шепнула. А ему ты песни писал? Нет, Бенни исполняет только свои. Но познакомились мы на почве музыки. Наконец, Барт вышел на сцену. Сразу заиграла музыка. Мия наслаждалась удивительным голосом вампира. Не все его песни ей нравились, но концерт был еще и прекрасным шоу. Потом Бенни объявил. А сейчас небольшой перерыв. Скоро мы продолжим. Вампиры проводили аплодисментами. Виктор. Я тебя оставлю ненадолго. Проводить. Я справлюсь. Девушка нашла в уборной большое зеркало. Проверила, как выглядит. Возвращаясь, чуть не столкнулась с каким-то парнем. Эй, поаккуратней. Упс. Черт, да ты же даже не волчица. Он внимательно вгляделся в Мию, будто с каким-то сомнением. Ты человек. Точно человек. Приводят кого ни попадя. Я думаю, что нам не стоит сейчас портить отношения. Хотя, таким образом мы повысим дипломатию, а мне кажется, что это плохо. Мы потом не сможем делать нужные нам выборы за дипломатию и силу. Поэтому давайте скажем. Сам смотри, куда прешь. Сам смотри, куда прешь. Это я, кто ни попадя. Ты сам-то кто такой? Парень, в котором Мия уже определила вампира, от подобного напора опешил. Ведешь себя как хам. Тоже мне цвет вампирского общества. Что? Ты совсем страх потеряла? В чем дело? Голос Ван Арта был спокойным, но взгляд не обещал ничего хорошего. Однако незнакомец это не понял. Твоя? Небрежный кивок в сторону Мии. Тогда присматривай за ней, а то что-нибудь случится. Думаю, вы чувствуете себя здесь в безопасности. За пределами клуба вряд ли бы осмелились на такой тон. Типа выйдем? Да. Виктор повернулся к девушке. Извини меня. Совершенно нелепая ситуация. Я быстро. Что? Серьезно? Вот так вот возьмешь и выйдешь? Ну я же буду волноваться. Мия села за столик одна. Надеюсь, все будет нормально. Вновь появился Бенни Барт. Он уже заканчивал песню, когда Виктор наконец вернулся. Прости, как ты тут? Нормально. Что ты сделал с... тем парнем? Дал пару уроков, этикета. Но боюсь, что это уже бесполезно. Однако он все же просил передать извинения. Сам не мог. Уехал. Что ты с ним сделал? Далее концерт проходил без происшествий. Бенни Барт был на высоте. Мия даже забыла, зачем вообще сюда пришла. Потом певец вышел в зал. Все напоминало скорее светский раут, а не вечеринку. Гостей много. Если разделимся, поговорим с большим количеством вампиров. Главное, помни, никто из них не должен понять, что с тобой что-то не так. Хорошо. Мия оглядела зал. Из знакомых лиц увидела лишь Патрика и... Говард тоже здесь. С кем стоит говорить в первую очередь? Она не знала. Значит, действуем наугад. С Говардом я точно не хочу разговаривать. Давайте поговорим с Бенни Бартом. Мне интересно. Выждав момент, когда рядом с певцом никого не было, девушка подошла к нему. Прекрасное выступление. Да, знаю. Я же звезда все-таки. Ты Мия, верно? Милашка. Барт оценивающе посмотрел на нее. Фантик, конечно, недорогой, но не мрак. Да ты что? Перспективное. Я бы тебе помог лоск навести. Как ты на это смотришь? Фактура у тебя очень ничего. И фигурка, и личика. Сладенькая, как конфетка. Это такой у тебя флирт? Самонадеянно. Жизнь коротка. Особенно твоя. Я экономлю время. Так что, развлечемся? Или боишься меня? Зря. Я за любовь и мир во всем мире. Добрее меня, вампира, не найти. Ну, что скажешь? Мне информация нужна, а он со всякой ерундой. Но как-то же надо его разговаривать. Девушка улыбнулась. Я подумаю, отчасти все будет зависеть от того, каков ты на самом деле. Что ты хочешь знать? Ну, например, ты пьешь кровь людей? Сколько поклонниц ты сделал вампирами, а? Тебя только поклонницы интересуют. На поклонников тебе наплевать? Не уходи от темы. Пью. Ни одной. Мия подумала секунду, подбирая слова. Хотела обратить, но не получилось. Или получилось, но не то. Мия, ты вообще про нас много знаешь? Вампиризма и беременности наполовину не бывает. Либо да, либо нет. Без вариантов? Уверяю тебя, в обоих случаях. И мне было интересно обратить кого-то. Верю. Тогда вот тебе мой номер. Позвони, иначе обижусь. Он сунул визитку в сумочку Мии. Представляешь, сколько и хотели бы оказаться на твоем месте. А ты даже можешь звать меня, Бэби. Это позволено только лучшим девушкам. Бэнни Барт Бэби, значит? Не стану я тебе звонить. Я в шоке. Выбор повлиял на взаимоотношения с Бэнни. Ты понимаешь, кто готов был снизойти до тебя? Девушка отошла. На другой стороне зала увидела Виктора в компании Моники. Какая же она дрянь, вешается на него, как... Неожиданно от толпы отделился мужчина. Он подошел к Мии, поздоровался, слегка наклонив голову. Позвольте представиться. Данте Гуэра. Добрый вечер. Меня зовут Мия. Почему столь очаровательная девушка пребывает в одиночестве? Кто знает. Может быть, мой кавалер отлучился всего на пару минут? Это не так. Если он и есть, то отлучился на полчаса как минимум. Ты за мной следил? Еще один маньяк. Вы что, следили за мной? Не следил. Любовался. Вы крайне эффектная особа. Спасибо. Я хочу вам помочь. Давайте отойдем немного. Зачем? Он увлек Мию в сторону, туда, где было меньше гостей вечеринки. Вы заслуживаете комплименты. Однако мой интерес к вам вызван не только вашей внешностью. Девушка внутренне напряглась, ища глазами Виктора. Данте Гуэра, похоже, понял, что она заволновалась. Я не причиню вреда. Не бойтесь меня. Повторю, я хочу помочь. Чем? Дам совет. Перестаньте всех спрашивать о неправильном превращении. Не понимаю, о чем вы? Милая Мия, не нужно притворяться. Он огляделся по сторонам и, убедившись, что никто их не слышит, продолжил. Я не спрашиваю, зачем вам эта странная информация. Вы пришли на концерт в компании вампира. Это вполне достаточные рекомендации. Тем не менее, я не хочу оказаться втянут в местные интриги, борьбу за власть или что-то подобное. Поэтому прошу дать слово, что ваш интерес не направлен на причинение вреда кому бы то ни было. А если не дам? Тогда я уйду. А вы, вероятнее всего, так ничего и не узнаете. Взгляд Данты был абсолютно непроницаем. Невозможно было понять, знает ли он что-то в действительности или же блефует. Но ведь других вариантов у меня нет. Зачем вам это? Зачем помогать мне? Это просьба Бенни Барта. Мы давно знакомы и поддерживаем хорошие отношения. Девушка постаралась не показать удивление. Я же сказала этому Бэйби, что не позвоню. Хочет таким образом заставить передумать? Видимо, придется его поблагодарить. Вы странный, мистер Гуэра. Даю слово, я никому не желаю вреда. Эта информация нужна. Мне лично. Хорошо. Итак. Много лет назад я слышал, что существует пророчество. Якобы должен появиться некто, обладающий силой вампиров, но вампиром не являющийся. Появилось пророчество еще в средние века. Во времена, когда даже вампиры верили во всякую чушь. На мой взгляд, оно не стоит внимания. Но вы о чем-то таком и спрашивали, верно? Похоже. Это все, что мне известно. Не знаю, кто бы мог рассказать больше. Сейчас такими вещами не интересуются. Спасибо. Пожалуйста. Кажется, вас ищет кавалер. Всего доброго. До свидания. Мия подошла к Виктору. К сожалению, пока никакой информации. Я кое-что узнала. Но лучше обсуждать это не здесь. Они не стали задерживаться. По пути домой Мия рассказала о знакомстве с Данте. Когда подъехали к колледжу, Виктор сказал... Нужно было показать мне этого вампира. Я бы хотел узнать о нем больше. Допустим, он не врал. Раньше вампиры хранили много знаний. Но предсказание... Звучит неправдоподобно. Веришь в это сама? В пророчество? Честно? Нет. Не верю, конечно. Но, блин, она ведь та самая из пророчества. Значит, оно сбылось. Ладно, давайте скажем, что все-таки нет, конечно. Хотя факт остается фактом. Средневековые вампиры знали, что подобные мне бывают, раз есть это пророчество. Согласен. Что ж, ты все же нашла хоть что-то. До встречи. Девушка коснулась губами холодной щеки Ван-Арта. У сердца с глазом тайный договор. Они друг другу облегчают муки. Когда тебя напрасно ищет взор, и сердце задыхается в разлуке. Шекспир. До встречи, Вик. И спасибо за концерт. Через пару дней раздался звонок. К тому времени Мия уже рассказала о полученной информации Максу. Однако, где искать того, кто разбирается во всяких вампирских легендах, пророчествах и байках, было неясно. Девушка взяла телефон. Да. Здравствуй. Ты все еще хочешь помочь человеку, которого обвиняют в тех убийствах? Да. Завтра днем его повезут на следственный эксперимент. Можно успеть перехватить конвой в промзоне, на месте, где нашли Меган. В каком смысле перехватить? Отбить подозреваемого у полиции. Я приготовил для него новые документы. Он уедет из страны. Это лучший вариант. Полиция не будет искать, кого бы еще посадить. У них будет сбежавший преступник. Все поверят, что это и был убийца. Семьи у этого человека нет. Дам ему денег. Пусть живет где-нибудь и в Южной Америке. Может получиться, но... Откуда у тебя фальшивые документы? Они настоящие. Мия, а как вампиры живут среди людей? Мы регулярно переезжаем и меняем имена. У меня есть нужные связи. Об этом не беспокойся. Хорошо, но его повезут днем. Виктор, солнце. Тебе лучше быть дома. Придется потерпеть. Может, я сама справлюсь? Это слишком рискованно. Рискованно? Это тебе при свете солнца лезть под пули полиции. Я всегда смогу убежать. Моя реакция днем и ночью одинаковая. Не переоценивай себя. Тебя должен кто-то страховать. Ладно, я позвоню Максу. Если он в городе, попрошу помочь. Мне не нравится, что ты общаешься с оборотнем. Мне до вашей вражды дела нет. Макс мой друг. Если он здесь, я все сделаю. Не волнуйся. Судя по голосу, вампир был крайне недоволен. И все же согласился. Хорошо. Но если с тобой что-то случится, будешь сидеть дома. Перед камином на коврике, который я сделаю из твоего волка. Вау, Виктор! Девушка прервала связь, набрала Макса. Он был в городе. Вампир, пытавшийся убить Шона, говорил по телефону. Вы велели сообщить обо всем необычном. Так вот, на вечеринке Барта кто-то интересовался странной информацией. Его собеседник спросил скучающим голосом. Странный? Князь? Итан Вуд? Или нет? Или это другой князь? А может это тот князь, который приезжал к нам из Европы? Странный? О чем ты? Были ли случаи, когда вампир хотел обратить, но... Что-то пошло не так, и человек стал полувампиром-получеловеком. Я понимаю, что бред, однако... Мне показалось это необычным. Голос в телефоне изменился. Теперь собеседник стал серьезен. Слушай внимательно. Никто не должен знать, что ты на меня работаешь. Узнай, кто собирал сведения и что ему уже известно. Только аккуратно. Не светись и не поднимай шум вокруг этого. Ты понял? Да, я все сделаю. Меня интересует только один вопрос. На кого именно он работает? Это Итан Вуд? Если это так, то это просто кошмар. Это очень плохо. А если это не Итан Вуд, тогда все немного лучше, и мы точно справимся. Хотя мы в любом случае справимся, да, ребят? Конечно, очень печально. Я бы хотела еще серии, но мы же с вами понимаем, что разработчикам нужно работать. Что это не пятиминутное дело создать целую серию. Поэтому будем ждать еще месяц. Ребят, на сегодня у меня все. Большое вам спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok